Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Коротко об основных темах выпуска. Будущие отечественные авиации в Самарском университете прошли испытания камеры сгорания авиационного двигателя, выращенного при помощи 3D-принтера. Самара получит звание города трудовой и боевой славы. Немалую роль в этом играют крупные предприятия. С коллективом одного из них, булочно-кондитерского комбината, встретился глава Самары. Выставка под названием «Естество» открылась в Самаре. Посетители могут увидеть на полотнах природу во всех ее проявлениях. Распечатанные будущие отечественные авиации в Самарском университете имени Королева прошли успешные испытания камеры сгорания малоразмерного авиационного двигателя. Выращенные при помощи 3D-принтера. Деталь, полученная путем спекания металлического порошка, выдержала нагрузки. А это значит, что технология готова к применению. Это позволит значительно ускорить разработку новых моделей. И в перспективе создать принципиально новый двигатель. Олег Зверев тоже изучил инновационный подход. На испытательном стенде принципиально новое изделие – миниатюрная камера сгорания малоразмерного газотурбинного двигателя. В самой конструкции ничего удивительного нет. Новым является способ изготовления детали. Ее распечатали на 3D-принтере. Причем впервые для этой цели использовали не импортный, как раньше, а отечественный металлический порошок. Испытания показали, что материал, из которого сделана камера сгорания, выдерживает рабочие температуры, которые сопровождают работу камеры сгорания. И в дальнейшем мы планируем провести цикл испытаний по теплонагрушенности камеры сгорания. Внешне это напоминает духовку. Вот только пироги в ней пекут металлические. В Самарском университете выращивать таким образом детали двигателей начали год назад. И вот логический результат. Технология готова к применению. Специалистам удалось полностью отработать все стадии производства. Получили порошок от отечественного производителя. Мы отработали режимы. Мы отработали технологию получения изделий уже. И мы смогли испытать это изделие. Аддитивные технологии лазерного спекания. Так называется этот процесс. Аддитивные, значит, полученные путем сложения множества мелких частиц, каждый размером в микроны. Слои толщиной меньше человеческого волоса ложатся один за другим. В итоге получается деталь, заданная компьютерной программой. Сегодня этот способ производства слишком затратный. Изделие получается таким, как если бы оно было сделано из серебра. Но техника развивается так, что уже в ближайшие десятилетия 3D-принтер по металлу станет столь же привычным в быту, как электрическая соковыжималка и микроволновая печь. Принтеры пластиковые, они уже практически входят в повседневную жизнь. То есть любой человек может научиться делать какие-то детали, выращивать. Ну, металл, наверное, думаю, лет еще 10 пройдет так, чтобы у нас у каждого стоял на принтер на столе. Да, если вдруг надо что-то срочно там распечатать для мясорубки, то мы раз-раз-раз заложили и распечатали. Что касается производственной сферы, главное достоинство 3D-принтера – значительное ускорение процесса. На изготовление камер сгорания двигателей раньше уходили годы. Аддитивные технологии позволяют сделать это за сутки. Уже совсем скоро мир заполнит конструкции, распечатанные на 3D-принтере. Международная конкуренция диктует свои правила. В перспективе в небе останется тот, кто сможет придумать двигатель принципиально новый с точки зрения динамических, экологических, жумовых характеристик. Использование аддитивных технологий позволит решить эту задачу в десятки, а может быть и в сотни раз быстрее. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Самара получит звание города трудовой и боевой славы. Немалую роль в этом играют крупные предприятия. Так называемые визитные карточки. Глава Самары встретился с коллективом Самарского булочно-кондитерского комбината. Продукция этого предприятия участвует во всех городских праздниках. На встрече говорили о том, что сделано в городе. И еще предстоит. Подробности в нашем сюжете. Самара преображается, и это только начало. Кардинальные изменения в структуре управления городом дали свои плоды. Реформа местного самоуправления дала результаты. Большинство вопросов решается теперь на уровне районов. Количество жалоб в администрацию резко сократилось. У нас в Думу вошли бюджетники, представители крупных предприятий промышленных или пищевой промышленности. Вошли представители общественных организаций. И это те же самые люди, которые живут в наших с вами дворах, домах, пользуются теми же услугами, которые изнутри понимают проблемы, которые волнуют горожан. Бюджет города остался прежним, но подход к распределению финансирования изменился. За два года в Самаре отремонтировали почти половину дорог. Открыли две новые школы. Закупили более 200 единиц общественного транспорта. Упорядочили работу управляющих компаний. Идет активное строительство спортивных комплексов и медицинских центров. Глава Самары Олег Фурсов отметил, власть должна работать для людей, но и люди не должны пускать жизнь города на самотек. Если мы с вами очень правильно отнесемся к явке, поверьте, что в следующие пять лет мы с вами будем получать гораздо большее финансирование. А это в конечном итоге скажется и на внешнем облике города, и на качестве услуг, которые город предоставляет, и на качестве жизни каждого из нас. Привести в порядок огромный город возможно, отметил Олег Фурсов. Только в один момент этого не сделать. Необходима поддержка и со стороны федерального правительства, и со стороны самих горожан. На встрече сотрудники булочно-кондитерского комбината задавали главе Самары вопросы, делились впечатлениями о происходящих изменениях. Руководитель предприятия Лидия Ерошина получила благодарность и награду за вклад в развитие города. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. В выходные самарцы отметят День города. Праздничное настроение не испортит коммунальные вопросы. В День города все службы ЖКХ и благоустройства будут дежурить круглосуточно, в состоянии полной боевой готовности. Сейчас специалисты готовят город к празднику, наводят лоск на улицах, проверяют праздничную иллюминацию, украшают площади, скверы и парки. А чтобы самарцы могли разделить радость праздника, за коммунальное спокойствие будут отвечать руководители предприятий ЖКХ и благоустройства. Такое распоряжение озвучил первый вице-мэр на общегородском совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. По выходным я уже говорил, что первые руководители и графики на выходные дни в полном объеме работают. Во дворах грязь уберите, еще раз повторяю. А теперь коротко о других темах дня. Ближайшие два пуска ракет с нового космодрома Восточный в Амурской области состоятся в следующем году. Они запланированы на четвертый квартал, сентябрь-октябрь. По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова, одна из ракет выведет на орбиту спутники серии «Конопус», другая – аппараты серии «Метеор». Новая скоростная автомагистраль «Меридиан», ведущая из Китая в Европу, пройдет через Самарскую область. Трассы проходят по южным окраинам России и соединит 8 российских регионов, среди которых Оренбургская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Брянская области. Общая протяженность новой трассы составит около 2000 километров. Ярмарка под названием «Праздник картофеля» состоится в Самаре 10 и 11 сентября в Ленинском районе на пересечении улиц Коммунистическая и Владимирская. Городские власти приглашают сельхозпроизводителей принять участие в ее работе. Места им будут предоставлены бесплатно. Ярмарка будет работать с 8 утра до 6 вечера. В Самарской области завершилась всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она проводилась по территории России с 1 июля по 15 августа. Всего в области обследовано больше 300 тысяч объектов. Это крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, дачные участки и объединения. По предварительным данным переписи в Самарской области больше 500 сельскохозяйственных объектов, почти 2 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и почти 300 тысяч личных подсобных хозяйств в сельских и городских поселениях. Самарские фонтаны радуют горожан последний месяц. В октябре их отключат. В случае внезапных заморозков они закончат работу раньше срока. Пока же в Самаре работают 33 фонтана. Серия выставок «Достояние» проходит в Самаре в галерее «Виктория». Первая состоялась весной, и посетители могли увидеть классические произведения художников. Третья пройдет зимой. Тема – народное искусство. Вторая начала работу на днях и называется «Естество». В произведениях отражается природа в разных ее проявлениях. Первым выставку оценил Сергей Кизоркин. Несостоявшийся генетик, москвич Илья Федотов-Федоров, после получения диплома филолога, решил посвятить себя современному искусству. Его предмет творчества – природа. Произведение Федотова-Федорова собрано в композиции из археологических находок, возраст которых примерно 7 тысяч лет, и современных природных материалов. Своими работами художник пытается напомнить людям, что природа всегда рядом с нами, как бы мы от нее не удалялись или не отгораживались современными технологиями. Люди, например, уже не переживают за экологию. То есть, в принципе, уже все знают, что все будет плохо, и смирились с этим. Если приедете в Сингапур, там вообще нет реальной природы. Там только насаженные деревья и парки, которые производят впечатление каких-то пластмассовых скульптур. Ну, то есть, даже не очень понимаешь, что это природа. То есть, они настолько ухожены, настолько выдраны из контекста. Увидеть природу, какая она есть на самом деле, предлагают художники во второй выставке из серии «Достояние». Естество. Название говорит само за себя. Природа, отраженная в искусстве и науке. Посетители увидят банальные гербарии, видеоэкспериментов Павлова, а также копии популярных советских открыток и перфомансы. Найти себя в жизни и определиться со своими жизненными ценностями и запросами. И совместимы ли они с общественными? Порой возникает конфликт интересов, уверены художники. Духовное администрирует. Это странно, это не совсем, наверное, правильно, но это так и есть. И вот важно, наверное, каждому зрителю понять свою позицию по отношению к этому администрированию. Насколько его представление о чем-то его личное, насколько он самостоятельен в своем мнении. Выставка «Достояние» трехсерийное. Первая прошла весной. Классическое искусство, клише и штампы. Третья финальная народность состоится зимой. Художники предложат задуматься самарцам, как национальное искусство влияет на самосознание человека. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. В ближайшие выходные Самара отметит День города. Присуждение почетного звания, необычный фейерверк, что еще ждет горожан в праздничный день. Одним памятным местом стало больше. В Самаре открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Степана Калинина. Народные облигации для преображения исторического центра Самары. Инвестором строительства может стать каждый. И сегодня на нашем канале в прямом эфире выйдет новый выпуск проекта «На связи с губернатором». Начало программы в 19 часов не пропустите. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android.iOS. Всего вам доброго и до встречи. Продолжение следует...